Почему? Ну давайте сегодня я вам расскажу, что такое все-таки Веды, для того, чтобы вы в дальнейшем не совершали вот таких критических ошибок. Кстати, об этом говорю и на семинарах своих первой ступени. Итак, что такое Веда? Веды переводятся с санскрита как знание или учение, и это является сборником самых древних священных для индусов индуизма писаний, которые были написаны на санскрите. Датируются Веды Ригведа, Яджурведа, Самоведа и Тхарваведа 16 веком до нашей эры. И последние книги, это книги дополнительные, это пятая, не всеми принимаемые книги, которые называются Махабхарата, куда кстати и относится Бхагавадгита. Рамаяна и Пураны являются пятой Ведой и содержится Чандогья Упанишаде. Также есть дополнительные Веды, которые называются Аюрведа, Дханурведа, Гандхарававеда, Астрошастраведа, Тхапатьаведа и Шилошастраведа. Дело в том, что они уже вайшнавами не признаются, вайшнавы это те, кто верит в бога Вишну или в бога Макрокосм, по идее это космогоническая система вот такого верования. И они, что это за книги? В первой книге Рикведа рассказывается о том, как человек воспринимать должен алтарь, что он в этом алтаре должен возжигать. Сома это подаяние, которое он должен на этом алтаре совершать. Это гимны, которые грубо звучат так. Пусть огонь, это огни, проявится. Пусть огонь. Ну вот почему это появилось? Вот вы в христианстве, раз сегодня о нем заговорили, в христианстве говорится о том, что человек не мог напрямую общаться с богом, потому что бог со временем перестал его слышать. Для того, чтобы бог начал слышать людей, появился Иисус Христос. То есть это одна из эзотерических таких тайн. И когда Иисус Христос появился, то он человек, и он как бы за человека, за людей поддерживает людей и всячески готов за них заступаться или о них заботиться. Поэтому человек, молящийся Иисусу Христу, фактически может молиться и знать, что Иисус Христос за этого человека попросит у самого бога, который имеет больше власти. Потому что богу некогда заниматься, а Иисусу Христу есть. Потому что это задача, во имя которой, собственно говоря, он и сложил свою жизнь, совершил данный подвиг. И вот так же и в эпосе, его можно назвать, первых четырёх книг, первых четырёх книг Вент, В этой системе считается, что огни, огонь, это то, что любят боги. А человек может общаться с богом только через огонь или обращаясь только к огню. И делать он это может только используя сому, то есть выделение, которое формируется в ходе убиения животного или при выдавливании сока или варенья и так далее. То есть там гимны эти звучат так. О, там Вишну, и о, там Индра, о, там ещё кто-то. Это мы тебе совершаем или прими нашу сому, мы видим, как ты радуйся, сделай нас близкими и так далее. Там есть веда жертвенных формул, где говорится о том, как сделать так, чтобы человек, который, допустим, плохое что-то совершил, как сделать так, чтобы он умер. Или как сделать так, чтобы кто-то выздоровел. Есть веда песнопений самоведа, там прославление, допустим, прославление богов спокойствия, прославление каких-то там парных богов и так далее. Веда заклинаний, это веда, ну и так далее. То есть это целая культура, она связана с брахманизмом, она связана с вашнавизмом и она связана с тем, что человек изучает одну из самых древних таких культур. Остальные книги, которые идут за четырьмя этими ведами, это, допустим, вот если рассматривать, рассматривать уже, рассматривать Махабхарату, это опус истории появления группа Индии и фактически для индуса является фактически Торой. То есть там говорится о том, как бог Вишну, у него появилось желание создать мир. И он сделал реку, это река была Ганга. И река Ганга, она решила стать девушкой. И эта девушка река Ганга, она родила детей. Ну и там целая вот такая историческая, написанная в стихах, прекрасная повесть. Прекрасная. Она красивая, там очень красивый стих. Там же в Махабхарате есть тексты Бхагавадгита, это часть Махабхараты, часть этого опуса. В Рамаяне и в Пуранах, и там Чангод, вообще в этой системе, в Упанишад, наверное, Чандоге Упанишад. Там очень сложная вообще система этого восприятия всего. Почему? Ну это фактически история такая, которая сохранялась. То есть она сохранялась сначала в виде небылиц, в виде мифов, в виде пословиц, в виде еще чего-то. И потом она соединялась и обрастала вот такой философской доктриной, которая по сей день является, наверное, пятым чудом света. Это огромная такая информационная рукопись, которая по непонятным причинам прибавлялась. Там никто не может сказать, что это было написано одним человеком или группой людей, почему это было написано, что в этом является философской идеей и так далее. Для индуусов это просто священная книга, которая объясняет и говорит о том, что там, допустим, река Инда священная, потому что это жена Вишну, ну и так далее. Знаете, это целая, это основа религии индуизм, основа религии вайшнаизм. Это нельзя понять, вот допустим, как христианство, его очень легко понять. То есть это небольшая история, несложно прочитать, и после этого все понятно. Даже иудаизм сложнее, потому что в иудаизме есть Тора, ее необходимо изучать, ее необходимо воспринимать с разных позиций. Торы тоже несколько книг, а именно пять. И в Торе есть шестая книга, которая не признана, которая называется Зогар Яцира и так далее. То есть есть Чок Аббала, который рассматривает мистификацию Зогара Яцира, он по-другому мистерии Зогара, и предлагает мистерии Зогара использовать в каких-то своих персонифицированных идеях. Понятие мира, влияние на мир, влияние на общение между человеком и Богом, влияние человека на социум, на самого человека или на людей и так далее. Ну как инструмент, великолепная тоже система, ну что ж, такое тоже есть. Надеюсь, рассказал. Поэтому, когда женщина говорит, вы тупые, вот у них у всех одинаковая такая система, они готовы всем сказать, что люди, которые их слушают, тупые. Так нельзя, надо людей обожать. Почему? Потому что в Пупанишадах, не так в Пхагавадгите было сказано, что йогин, который стремится к тому, чтобы быть недвойственным, должен опираться на свой ум, который не должен делить людей плохих и хороших, оценивать этих людей с позиции хорошо или плохо. Он должен относиться, как мудрый человек, ко всем с одинаковым элементом, потому что он должен понимать, что все являются прообразом воплощения Бога на этой земле. Поэтому не надо так на людей. Я люблю людей. Все люди хорошие, даже самые плохие. Дальше. Надежда Витина.